Иллюзорность времени На освещенную прожектором аванс-сцену выходит Экхард Долли. Соединяет ладони перед грудью у восточном знаке приветствия. Не спеша удобно устраивается настоль. Поправляет микрофон. Традиционная пауза перед началом говорения. Если вы живете в Нью-Йорке, и это начало слишком медленное для вас, приношу свои извинения. Я прибыл сюда два дня назад. Хотел было неиспешно погулять по парк-авеню, по переполненному людьми тротуару. И понял, что очень трудно идти медленно. Я чувствовал прессинг людей, идущих сзади. Как и во всяком большом городе, Гонконг, Лондон, Нью-Йорк, все отчаянно стремятся куда-то успеть. Это нормально. Все спешат туда, где им надо оказаться. Если спросить, куда они идут, куда так торопятся, ответом может быть, они спешат попасть в следующий момент. Который, как они полагают, более важен, чем настоящий. Когда же они попадают в этот следующий момент, они делают то же самое. Я стал идти быстрее, с той же скоростью, что и все остальные. Но я не стремился никуда попасть. Поэтому все было нормально. Если вы идете быстро, не стремясь никуда, стресса не возникает. Просто вы идете быстро. Весьма энергичные действия. В моих планах была медленная прогулка, но обстоятельства потребовали перестроиться. Таким образом, медленная прогулка превратилась в быструю. Все хорошо. Стресс не возник, потому что мне не было куда спешить. Стресс возникает, если центр внимания там, где мне надлежит быть в назначенное время. Очень стрессопорождающе ментально проецировать себя из единственной реальности сейчас, в так называемое будущее. Подобный паттерн поведения создает напряжение. Маленькая рекомендация тем, кто является частью отчаянного стремления попасть в следующий момент. Попробуйте стать немедленными, подобно мне. Я не всегда медлителен. Но станьте целиком движением. Фокус вашего внимания там, где вы есть, на том, что вы сейчас делаете. Вы хотите поймать такси, бежите. Обгоняйте того, кто пытается поймать ту же самую машину. Получайте удовольствие от движения. Если вы упустили такси, живите этим мгновением. Наслаждайтесь таковостью момента. Внутренне подстройтесь и станьте едиными с моментом. Конец стрессом. Вы не станете менее результативными. Наоборот, ваша эффективность возрастет, так как вы не сжигаете энергию попусту возбужденности, поскольку стресс связан с тревогой, с побуждением к действию. И то, и другое установки ума, ментальная обусловленность. Или по-другому форма ментального расстройства. Ментальное расстройство – это не ваша личная проблема. Это коллективное наследие. Оно даже не распознается как ментальная дисфункция, потому что это у каждого, почти у каждого. Вся культура проистекает отсюда, и поэтому дисфункция ума не распознается как дисфункция. Возможно, кто-то начинает замечать, тут что-то не так, поскольку его жизнь становится все более и более несчастной. Внешний мир пытается взбодрить вас, говоря, что ваша жизнь в ваших руках, и вы сами сделали ее такой, но вы по-прежнему несчастны. Поэтому вот небольшая рекомендация для нью-йоркцев. Поэкспериментируйте с быстрым перемещением и посмотрите, сможете ли вы присутствовать в движении. Ваше внимание в движении энергии. Таким образом, вы избежите ловушки ума, так как потребность попасть в следующий момент – это стремление в будущее. Но что есть будущее? Люди полагают, что будущее – самая важная часть жизни. Они бессознательно считают, что будущее определенно важнее, чем настоящий момент. Сейчас я пытаюсь бессознательно сделать осознаваемым. Когда вы осознаете прежде бывшее бессознательным, вы можете легче заметить безумие происходящего. Бессознательно человек живет верой, что следующий момент… Некоторые могут быть довольны настоящим моментом, но обычно считается, что следующий момент более важен. Другими словами, будущее более важно, чем настоящее. Такова установка ума. Однако все знают, а может быть и не все, что будущее никогда не наступает. Возникает момент, и это настоящее. Но вы смотрите в следующий момент. Возникает момент, опять это настоящее. Но ум постоянно смотрит в будущее. Это ведет к неспособности быть укорененным в бытии, и вы упускаете полноту жизни. Вместо укорененности в бытии, вместо полноты жизни самой в себе, вы остаетесь с псевдожизнью. Заменители подлинной жизни мы называем стимулами или возбуждением, проявляющимся в той или иной форме. Стимулы всегда спрашивают, что дальше? Они всегда ищут следующее. Они никогда не идут в глубину того, что есть. Они ищут ответы на поверхности реальности. Поэтому постоянное ожидание, может быть, что-нибудь следующее изменит мою жизнь, принесет счастье, полноту бытия. И это должно быть где-то впереди, в будущем, которое никогда не наступает, потому что это удивительное сознание, его надо воспринять не в виде ментальной концепции, а пережить каждой клеточкой тела. Будущее никогда не наступает, потому что оно не существует. Ум скажет, «Это неправда. Я знаю, что мы пробудем здесь полтора часа и затем разойдемся. Вот, будущее существует». Ладно, пусть так. Но вы никогда на опыте не переживаете будущее. Ум будет спорить и с этим. Нет, будущее существует. Но если вы посмотрите более внимательно, вы заметите, что никогда в действительности не переживаете будущее. Потому что его не существует. Оно только кажется существующим. Оно постоянно кажется существующим. Но если мы заглянем за поверхность реальности, испуганный кролик крутится на одном месте. Будущее будет, будущее существует. На поверхностном уровне замкнутого круга не избежать. Но странное дело, если посмотреть внимательно, будущее никогда не становится частью реального опыта. Вы не можете не увидеть его, ни потрогать, ни как-то еще ощутить. Есть нечто, что вы называете будущее. Кажется, что оно реально. Настолько реально, что на внешнем уровне заслоняет собой все. Вы нуждаетесь в будущем, когда что-либо делаете. Чтобы вернуться домой, вы говорите, «Мне нужно время». «Будущее» – это время. «Мне нужно полчаса, чтобы попасть домой». «Вам нужно будущее, чтобы приготовить еду». «Это занимает время». «Время нужно для любого дела. Например, чтобы сварить кофе, выучить иностранный язык, стать профессионалом в той или иной области». «Окей, всему свое место». «Кажется, что будущее существует с очевидностью». «Будущее» нужно для того, чтобы делать дела. «Во всяком случае, оно не хочет оставлять вас в покое». «Время» – назовем это временем. «Оно тащит вас за собой». «Прошлое» – тоже часть времени, которое в действительности, так же, как и будущее, только кажется существующим. «Человек практичный скажет, о чем тут говорить. Конечно, прошлое существует. Утром я позавтракал. Я чувствую, что еда все еще у меня в животе». Но если заглянуть глубже, когда он завтракал, то находился не в прошлом. И завтрак в желудке – это продолжение его сейчас. Только кажется, что время существует и доминирует в жизни каждого. Нельзя отрицать, что нечто похожее на время нужно для того, чтобы совершать дело, достигать того или другого. Прекрасно. Само в себе все это не проблематично. Однако время имеет и так же неприятную сторону. Потому что, подобно преступнику, оно стоит за каждым мертвым телом, но вы никак не можете поймать преступника. Вы не можете указать вон время. В конечном время убьет и вас, ваше тело. Перед тем, тело состарится. Возьмите свое фото 30-летней давности и посмотрите и посмотрите в зеркало. Вы заметите, что-то происходит. Можно, конечно, сказать, как однажды сказал мой отец, когда ему исполнилось 80. Наше зеркало испортилось. Время, подобно преступнику, следы которого очевидны на каждом мертвом теле, но вы не можете сказать «вот он». Вы только полагаете, что существует такая вещь, как время, потому что в конце концов оно убивает всех. Однако вы опытно не переживали его существование. То, что вы чувствуете, это сейчас, это не время. Опытно узнать, пережить можно только это, сейчас. Оно никогда не сейчас. Казалось бы, противоречие. никто не отрицает, что на внешнем уровне существует время, или то, что мы называем временем, должно существовать. Но, с другой стороны, вы никогда непосредственно не переживаете время. Даже когда вы смотрите на часы, вот движется стрелка, и это сейчас. Что же тогда представляет собой время? Мысль. ум порождает время, чтобы объяснять перемены. В действительности, прошлое и будущее – это две разновидности мысли. Они части структуры человеческого ума. Чем больше время влияет на вашу жизнь, тем более идентифицированным с мыслью вы становитесь, потому что время и мысли идут вместе. Существует ли измерение сознания в вас, где время утрачивает свое значение? Есть ли такое измерение сознания, которое можно назвать вневременным? Да, поэтому мы и собрались здесь. Это не нечто, во что нужно верить, потому что если вы верите, да, существует такое вневременное измерение сознания, и это будет очередной мыслью. Вы даже можете построить церковь и назвать ее церковь безвременного. Если не получается непосредственно переживать, стройте церковь. Итак, весь наш разговор для того, чтобы указать на нечто внутри вас. Мне приходится много выступать в разных местах. Слова каждый раз другие, ни одна беседа не повторяет себя, но при этом все не об одном и том же. Иногда за пять минут до начала я спрашиваю себя, как называется лекция, я могу и не вспомнить. Но название помогает привлечь внимание людей, заинтересовать их ум. А раз вы здесь, ум привел вас сюда. Окей. теперь становится возможным нечто другое, к чему ум не будет принимать участие. Вот вы собрались здесь, происходит что-то не очень увлекательное для ума, потому что мало стимулов. Уму не хватает пищи для думания. Более того, я лишаю его этой пищи. Если вы здесь только как думающие существо, очень скоро возникнет беспокойство. Вы начнете искать следующий момент времени, который сам есть мысль. Ум думает, зачем он продолжает говорить? Он уже сказал, что существует только сейчас. Зачем он говорит это снова? Я уже знаю это. Как ты раз во время работы над силой момента сейчас, я сидел в кафе и что-то записывал. Молодой человек рядом со мной спросил, о чем вы пишете? О настоящем моменте. Он никому не интересен, это уже произошло, лучше подумать о чем нибудь еще. Пятьдесят пять шагов к просветлению. Вот это было бы приятно уму, потому что ему дают время. О, теперь я точно знаю, что мне делать в ближайшие пятьдесят пять лет. В конце этого периода со мной все произойдет. Здесь в зале мы используем слова, но не для того, чтобы питать ум или чтобы объяснить универсум. Они лишь указывают на то, что за словами. В этом суть нашей встречи. совсем не в словах. Слова не могут выразить тотальную истину. Они отсылают к более глубокому измерению вас. Они указывают. Не привязывайтесь к словам и не говорите «Я не совсем согласен, как вы выражаете то-то и то-то». Не в этом суть. Слова лишь небольшие указатели. Вы же не будете смотреть на дорожный знак с надписью Рим и говорить «Мне не нравится, как написано буквой Р». Вы заглянете за указатели и пойдете в ту сторону. Не цепляйтесь за слова. Они такие же указатели. Есть нечто более важное, чем слова. Это энергетическое поле. Оно частично присутствует в словах, но оно и за пределами слов. Там вы не сможете его анализировать, не сможете получить представление о нем, как обычно получаете знания. Можно даже сказать, пусть это не испугает ваш ум, что это выходит за пределы знания, за чувство «я знаю», которое всегда основано на думании. Думание протекает на поверхности. Это подобно бегу волн, постоянной рябь на поверхности. Большинство людей отождествлены с этим движением волн. Они так живут в такой реальности. Из нее они пытаются извлечь чувства, кто они есть. Они формируют свою самоидентификацию из движения ума, из своих воспоминаний, из своей личной истории, которая, в свою очередь, целиком состоит из мыслей. вы связываете мысли в пучок, прикрепляете к нему свое имя и считаете его своим «я», своей личной историей. Бессознательный ум не воспринимает ее как историю, а прямо считает, что это «я». Я моя история. Однако «я», базирующийся на истории, не может быть счастлива долго. Оно в состоянии беспокойства, неудовлетворенности переживает недостаток себя. Чего-то не хватает, не знаю чего. Поэтому все время устремленность в следующий момент. Надежда найти это самое что-то. Некоторым кажется, что они знают, чего им не хватает. Я больше не хочу ездить на велосипеде. Мне нужна большая машина. Вот чего мне не достает. Другой полагает, я хочу взаимоотношений, которые сделают мою жизнь полной. Вот чего мне не достает. Таким образом, некоторые люди знают или думают, что знают, чего им не достает. Я хочу публичного признания. Вот чего мне не хватает. Я хочу, чтобы мои родители сказали мне, что я хороший. Вот чего мне не хватает. Важной частью личной истории является чувство отсутствия чего-то главного в жизни. Поэтому следующий момент становится более важным, чем настоящий. Ум надеется найти там то, чего ему не достает. бесконечный поиск. Чувство неполнотой жизни. Во многих случаях оно становится основой для несчастной самоидентификации. У большинства людей самоидентификация смешанная. В один день они счастливы, а другой день нет. В один день «О, как все прекрасно!» Затем что-то происходит, кто-то что-то сказал, что-то пошло не так, и уже «О, как все ужасно! Как бессмысленно! Оставьте меня в покое!» Настроение меняется. Некоторые надолго застревают в состоянии несчастья. Они даже перестают замечать, что они несчастны. Потому что если вы постоянно несчастны, вы не знаете, что вы несчастны. Это норма. Это становится вашим лицом. Такой человек постоянно не в себе. Он все время стремится куда-то попасть. А любой ситуации моментально выносится суждение и формируется желание. Все не так. Некоторые просто одержимы подобным состоянием. вон двое знакомых случайно встречаются. Через 10-15 минут разговор переходит в бурный обмен недовольством. Все не так, как должно быть. Я ожидал, что будет по-другому. У них всегда ожидание. И они в жизни встречаются не с реальностью, а со своими ожиданиями. Ужасное состояние бытия, но ставшее почти нормой. Моя личная история не устраивает меня. Я ожидаю, что в будущем все изменится. Мое прошлое мне не нравится. Произошло много такого, что не должно было произойти. Не должно было произойти, но произошло. Этот человек не должен был встретиться на моем пути. Не должно было случиться того-то и того-то. Все не так, все неправильно. Полная рассогласованность с жизнью. Маленькое я тотально не устроено в жизнь, которая здесь и сейчас. Все просто. Жизнь можно встретить только здесь и сейчас. Но дисфункциональный ум где-то еще. Он ищет жизнь там, где ее невозможно найти, потому что он ищет жизнь посредством думания, которое суть время. Прошло и будущее. Поиски полноты себя посредством думания. Это и есть состояние дисфункции. Персональная история, основанная на несчастье, на неудовлетворенности маленького я, стремление усилить фиктивные чувства я, идентификации разного рода, структуры ума, идеологии, идентификации собственностью или отождествления системой верований, которая знает об универсуме все. Моментальные ответы на любые вопросы, будь то политика, религия в форме идеологии, я не говорю обо всей религии, есть очень глубокое. Я имею в виду религию как идеологию. Для многих людей они даже не знают об этом. Религия стала умом, сформированной системой мышления. Они не идут в глубину, они деградируют в идеологию, хотя вначале в основе религии обычно заложено нечто другое. Человек идентифицируется с тем, с этим, он говорит, я хочу счастья и мир. Но если в его жизни случаются периоды без конфликта, возникает беспокойство. Партнеры, живущие вместе две недели без скандала, похоже, что у них прекратились отношения. Нужен конфликт, потому что он один из суррогатных способов чувствовать себя живым. Если я вовлечен в драму, по крайней мере на короткое время у меня есть заменитель жизненности. Я страдаю, я живой. Таким образом, эго, умом созданное я, ищет конфликта. Оно будет защищать себя. Вот я, а вот весь остальной мир. Чувство от тотальной отделенности. Конечно, самая интересная часть здесь я, а все остальные лишь второстепенные персонажи в моей драме. Каждый попадающий в поле зрения тут же оценивается, насколько он полезен, усиливает ли он мою историю, тогда я кооперируюсь с ним. А этого лучше держать подальше от себя. Как только появилось я, появился другой. Другой. Чем глубже эго, тождествено, с непрерывным потоком мыслей, чем глубже я копалась в нем, так оно поддерживает свое существование, тем сильнее вы чувствуете другость другого. Другие люди становятся чужаками. Вы смотрите на них, чего они хотят, что у них на уме. В более выраженной форме это назовут паранойей. Однако каждая эго несет в себе потребность подчеркивать другость и чуждость другого человека. Вы начинаете жить в ужасном мире бесподлинных взаимоотношений, потому что вы закрыты, у вас сложилась концепция о себе. Вы перестаете чувствовать свою жизненность, перестаете чувствовать жизненность других. Попав в ловушку идентификации с концепцией «я», вы создаете концепцию для всех остальных. Другими словами, вы формируете набор суждений, перевязываете их ниточкой, затем вступаете во взаимоотношения со своими суждениями о другом человеке, а не с ним самим, который в действительности вовсе не другой. На глубинном уровне это даже не взаимосвязь, это единость «я» с так называемым другим, но вы не знаете этого, для вас другой даже не существует. До сих пор мы говорили о персональном эго, но более безумные вещи, персональное эго, это коллективное эго, нация. Люди сильно отождествляют себя со своей национальностью, то же самое религиозную принадлежность. эго использует ее для своих личных целей. Разделение на верующих и неверующих. Мы знаем истину, только мы, все другие ошибаются, мы правы. Страны Легко видеть, как у населения одной страны есть четко выраженное суждение о жителях другой страны, и вы перестаете чувствовать связь с живыми людьми. Эго легко развязывает военные действия. Самоидентификация тем сильнее, чем больше у нее врагов. Такова история человечества до недавнего времени. Одни и те же установки ума для от себя. Но параллельно с ними появляется, иначе нас бы не было в этом зале, я сидел бы на сцене в присутствии одного-двух человека, появляется что-то еще, что не основано на эго. Новое состояние сознания. Только не привязывайтесь к словам. Я говорю новое, но на деле оно никакое не новое, потому что оно все время пребывало внутри вас. Я просто называю его новым. На одном магазине поддержанных вещей я видел надпись «Новое для вас». поэтому не привязывайте к словам. Мы говорим, рождается новое сознание в мире. В прошлом есть примеры отдельных людей, прошедших через подобное самоосознание. Некоторые из них стали духовными учителями, они помогли определенному количеству других людей. Но в целом ум большинства был, конечно, не способен понять сообщаемое, и ум использовал учения о трансформации для своих собственных целей. Например, известное послание «Не ищите Царствие Небесное, оно не может быть в зримых формах, нельзя указать оно вон там или смотрите сюда». Много похожего уже сказано, что само в себе достаточно очевидно, но думающий ум немедленно вмешивается и формирует систему верований. Итак, мы имеем безумное эго, оно длит себя во времени, на все бросает свои рефлексы. Посмотрите на прошлое. История 20 века невероятное безумие. Эго продолжает длить себя. Коллективное эго. Почитайте газеты, посмотрите вечерние новости по ТВ, и вы скажете, «О да, сумасшедший дом». Нужно об этом говорить. Это помогает осознать дисфункцию как дисфункцию. Ничего персонального в этом безумии. Оно коллективное. Если отдельный человек вдруг осознает, что он или она безумен, значит, он или она больше не тотально безумен. Потому что настоящий сумасшедший не отдает себе отчета в своем безумии. Но вы замечаете, да, то, как я думаю, это настоящий безумие. Все утро, начиная с пяти часов, я ворочался в постели, обдумывая свои проблемы. И это безумие. Появляется возможность осознать, как работает ум, что он делает. Это начало выздоровления, или по-другому, в раступании глубинного измерения сознания, ничего общего не имеющего с обусловленным потоком мыслей. Даже если оно возникает на короткое время, это уже новое состояние сознания, сейчас зарождающееся в большом количестве людей на планете. Впервые большое количество. Конечно, это не большая часть населения Земли, какая я не знаю. Мой интуитивный ответ, который я дал в одном из недавних интервью, скажите, сколько людей уже пробудились. Я не знаю сколько. Я могу сказать, что все. Но включив Си-Нан или другой канал, понимаю, нет, не все еще пробуждены. Интуитивно я полагаю, что 10% от западного населения, о других я не знаю. Это не является результатом специальных исследований, хотя интуитивно я считаю, что цифра верна. Я не говорю, что эти 10% окончательно разотождествили с умом и цариком стали присутствием. Мы используем это слово для описания сознания более глубокого, чем поток мыслей. Нет. Многие только проходят процесс постепенного разотождествения от «Когда мы говорим о подобных вещах, будьте аккуратны с использованием языка». Когда есть объекты, язык справляется хорошо. Вот стул, я сижу на стуле, здесь ничего проблематичного для выражения. Но когда мы начинаем говорить о находящемся за физическим планом, язык утрачивает свою адекватность. Зная, что это неадекватно, мы продолжаем пользоваться им. Если бы я сказал, что все так, как я говорю, вы бы начали думать о словах и снова потеряли вы себя в уме. Итак, процесс пробуждения, постепенное разотождествление от потока мыслей. Например, вы начинаете осознавать, что ум думает. Я говорю это не для тех, кто понятия не имеет, о чем идет речь. Многие из вас, если не все, уже проходят через процесс пробуждения. Как я это узнал? Потому что вы все еще сидите в зале. Вы бы давно ушли. Возможно, один или двое из вас силой воли заставляют себя сидеть здесь. Я должен заставить себя высидеть до конца, иначе все подумают, что я непробужденный. Другим вариантом отсутствия в сейчас может быть смотрение по сторонам и оценивание рядом сидящих. Интересно, вон тот просветленный вот это или тот определенно не могут быть пробужденными. Мысли вертятся в голове. Постепенное раздождествление, способность видеть, что делает ум. Для многих это начинается с того, что они замечают свои повторяющиеся ежедневные негативные мысли или другие дисфункциональные мысли, годами сопровождающие их. Мысли, порождающие большие страдания, делающие их несчастными, потому что люди не знают, что это. Всего лишь мысли. Они отождествлены с ними. Нет пространства. Мысль переживается как абсолютная реальность. Это могут быть негативные внушения с раннего детства. Ваши матери и отец, будучи сами бессознательными, сформировали у вас много негативных мыслей. Некоторые родители говорят на своих детей «Дурак! Ребенок четырех лет роняет какую-то вещь, а матери и отец «Болван, но зачем ты так делаешь?» Это просто пример. Ребенок привыкает слышать голос матери или отца в своей голове. «Ты не хороший, ты ничего не достигнешь жизни». Можно написать тома о том, как человеческий ум обуславливается в раннем возрасте. Затем эта обусловленность сохраняется в уме в виде повторяющихся мыслей. Иногда они запускаются конкретными ситуациями. Сами мысли непостоянны, но некоторые ситуации регулярно вызывают их к жизни. Вы начинаете страдать. Эмоции, которые вы переживаете, думаете, мысли, очень болезненны. Вы не присутствуете, вы тотально идентифицированы с приходящими мыслями. Вы мысль одно, вы есть мысль. Для вас мысль реальность. начало пробуждения состоит в том, чтобы видеть вот некие мысли, которые обычно возникают в уме. И вдруг вы осознаете, что это всего лишь мысль, не более того. Вы перестаете верить каждой приходящей мысли, каждой интерпретации, каждому суждению о себе и о своей жизни. Иногда вы говорите себе приятные вещи. Некоторые имеют преувеличенное мнение о себе. Ваши структуры ума говорят вам, что вы великий, вы непризнанный гений, более совершенный, чем кто-либо на свете. Другие еще не поняли этого, потому что они глупы. Не такой уж редкий случай. И опять чувство «я» полностью проистекает из фиктивных ментальных структур. В некоторых случаях вы легко распознаете их полную несостоятельность. Но всегда эта история, не более того, даже если некоторые ее подтверждают. Да, ваша история правда. В книге я привожу такой пример. Вы указываете на небоскреб и говорите «он мой, я его владелец». Это может быть правдой или нет. Разница между правдой и неправдой состоит в том, что если это неправда, никто не соглашается с вами. Вы говорите «этот небоскреб мой». Другие отвечают «нет, это не так» и советуют обратиться к психиатру. Либо вы маниакальный врон, либо хотите преувеличить в глазах других людей мнение о себе, не понимая, что каждый распознает вас обманщика. Вы продолжаете врать в надежде, что люди начнут думать о вас более высоко. Вы будете впитывать их мысли о себе и думать «я достиг, я владелец небоскреба, я нечто представляю собой, хотя в угловине души знаю, что это не так». другое другое вариант. Вы действительно владелец. В этом случае люди говорят «да, вы богаты, есть все необходимые документы». Но это по-прежнему история. Все соглашаются с ней, но если ваше «я» проистекает из нее, очень скоро у вас появится чувство неудовлетворенности, даже если вы владеете не одной, а несколькими башнями. В обоих приведенных случаях чувство «я» рождалось из мыслей. И так вы начинаете осознавать свои привычные мысли. Когда вы перестаете идентифицироваться с ними, они постепенно теряют свою власть над вами. Вы больше не говорите себе, кто вы думаете вы есть, потому что вы понимаете, что это история. Вы не забываете свое прошлое, но оно не то, кем вы являетесь. Нет постоянного напоминания своего прошлого, чтобы поддерживать себе свою идентификацию. Что происходит на самом деле? Вы разотождествляетесь с мыслью. Раньше приходила мысль и говорила «я тот-то и тот-то, я великий» или я плохой, неважно, «я лучше всех» или «я хуже всех», нет разницы о чем думать. Затем вы осознаете, что это мысль, сравнивающая мысль. Когда вы видите свое мысль, кто вы тогда? Вы больше не мысль, вы присутствие, пребывающее за мыслью. Присутствие за мыслью это недумание, это осознание мысли. Это как зеркало или как свет, падающий на мысль. И то, и другое метафоры, не привязывайтесь к словам. Свет, который светит на мысль, вы присутствуете. Внутри присутствия может сохраняться некоторая активность ума, но вы больше не пленник. Она больше не имеет над вами всемогущей власти. В ней больше нет вашего «я». Чувство «я» больше не связано с движением мыслей, что означает вся личная история перестает иметь отношение к вашему чувству «кто вы есть». Вы продолжаете помнить, что случилось тогда, кто что сказал, что сделал, но вы перестаете верить в историю. Он, она сделали мне такое. Никогда этого не прощу. И эта история, вы распознаете ее, видите свое пристрастие к ней, позволяющей эго длить себя. Вы становитесь чем-то более глубоким, чем движение мыслей. Даже не столько вы становитесь, сколько осознаете, что это всегда было скрыто здесь, но мысль поглощала все ваше внимание. Все восприятие мгновенно поглощалось думанием. Каждая мысль доминировала в уме, как прожорливое животное. Ум поглощал все сознание, ум чрезвычайно прожорлив. Затем сознание, коим вы являетесь, отделило себя от формы думания. Каждая мысль подобна маленькому существу, они возникают, рождаются, как энергетические формы. вы целиком идентифицируетесь с возникающими мыслями, отождествляетесь с формой. Некоторые отождествляют себя со своей машиной, со своим домом, с работой, социальным положением. Все это физические формы. Каждая физическая форма имеет эквивалент в уме в виде мысли формы. машина больше не переживается как нечто находящееся вовне. Она начинает жить в вашем уме. Более того, на самом деле мы не знаем, что вовне. Мы имеем дело со своим восприятием, со своим умом. Таким образом, все есть род сна. Прекрасно. Так и есть на самом деле. Все лишь род сна. Вы разодождествляетесь формой. Прежде чувство я было захвачено формой, точнее мысли формой, так как даже машина со временем становится мысли формой. Мой Rolls Royce или что-нибудь в этом роде. Моя жизненная позиция, моя точка зрения, мои знания. Все они суть аккумулированные мысли формы. Мое то, мое другое. Но вот происходит разделение, возникает чистое присутствие. Точка входа туда настоящий момент. Настоящий момент всегда выводит из дисфункционального состояния сознания, основанного на времени и жаждущего времени. И, конечно, выводит из идентификации с умом и вздумания. Настоящий момент выход из эгоистического псевдо-я. Путь возмерения, где вы осознаете себя как простое присутствие, вневременное настоящее. Появляется способность быть осознающим вне постоянного мышления. Вы смотрите на что-либо, вы осознаете, вы пространство. Вот еще одно полезное слово в качестве указателя. Вы становитесь пространством восприятия. Например, вы находитесь здесь, комната. Вы воспринимаете ее органами чувств. Голос говорящего, сцена, ее цвет. Периферийным вниманием вы воспринимаете окружающее пространство. Чувствуете свое тело, сидящее на стуле. Все это вы воспринимаете сейчас, в настоящий момент. Не требуется никаких суждений и интерпретаций. Все таково, как есть. А вы пространство для всего этого. Вы пространство для всего, что составляет собой настоящий момент, как внешне, так и внутренне. Что-то возникает, вы сознание, пространство для него. Вы свет. Вот другой способ обозначения. Вы свет, в котором это возникает. Но вы не имеете формы. Вы называете это пространством. У каждого есть глубинное чувство «я», чувство чего-то очень ценного. У людей, идентифицированных с умом, это простое чувство жизненности, бесценное чувство бытия, смешивается с формами, с историей их «я». Бытие превращается в иллюзию. Я-идентификация перетекает во все формы, в каждую мысль. Вы начинаете воспринимать себя посредством форм. Вы думаете, вот «я», история это «я», мое мнение о себе есть «я», то, что люди говорят обо мне, есть «я», их мнение обо мне, есть «я». все это идентификация с формой. Сейчас в зале происходит ваше разделение на форму и нечто более глубокое, чем форма. Вот ваша сущность, кто вы есть, чистый «я» есть, чистый бытие, когда вы не говорите больше «я есть то» или «я есть это». Сидя здесь вы чувствуете присутствие, которое есть сущность, кто вы есть. Да, личная история по-прежнему существует внутри вашего пространства, но вы не она, вы пространство, вы присутствие, вы сознание, которое в себе вневременно и бесформно. Всегда, когда ум стихает, возникает пространство. Вы не впадаете в сон, вы пробуждены. В этом пространстве особая острота внимания, тишина, безмолвие. Они неотделимы от этого. Безмолвие это быть пробужденным, не спать, не спать, но при этом не думать. Постепенно, все больше и больше, вы входите во внутреннее пространство. Вы замечаете два измерения. Например, вы смотрите ночью в небо. В городе много огней. Лучше смотреть за чертой города, смотреть на звезды в чистом небе. Вы видите звезды и пространство. Вон главное, что вы видите. Другими словами, вы видите мысли и безмыслия. все мысли существуют в пространстве, в безграничности недумания, в пространстве как таковом. Я прибег к этой аналогии, чтобы описать вашу внутреннюю реальность. Большинство людей в своем дисфункциональном состоянии упускают из вида свое внутреннее измерение, которое бесформно. Они не знают себя как глубинное присутствие. Они знают себя только как форму, постоянно видоизменяющуюся форму. Поэтому формы не удовлетворяют надолго. Формы всегда ведут к беспокойству, чувство недостаточности. Формы, мысли, объекты постоянно меняются. Если чувство «кто я есть» связано с формой, ваша жизнь наполняется фрустрацией. Постоянные страхи, надежды, неудовлетворенность, несчастье, беспокойство. О, что-то постоянно упускается в моей жизни. Но то, что упускается, вы никогда не найдете, даже если будете специально искать. Потому что ищите его в будущем в виде конкретной формы, которую вы хотите найти. А, вот то, что мне недоставало. Думающий ум сам объект, объективированное сознание, сознание, обретшее форму. Форма ищет форму. Человеческий ум наполнен всякой всячиной мыслеформами. Он ищет некую одну форму, которая сделает его счастливым. Он ищет, как будто может ее найти. Где же она? Где же она? В следующем моменте. Здесь ее нет, значит, она должна быть в следующем моменте. При этом не осознается, что как бы долго вы не искали нечто формное, на деле вы ищите глубинное чувство укорененности в бытии, единость с жизнью, глубинный внутренний покой, и при этом наполненность жизненной энергией. Не тот покой, что клонит в сон или покой, наступающий после виски. Ум отключается, утрачивая свою ясность, вы становитесь вялым и заторможенным. Даже в этом человек находит облегчение от ежедневной пытки нормальным состоянием ума. Люди пьют, потому что чувствуют себя немного лучше. Они не могут думать в этот период, медленно погружаются в сон. Вы плюхаетесь на стул, наступает покой, тотальная бессознательность. Но мы идем в другом направлении. Мы выходим с задуманья, поднимаемся над ним. Туда, где та же самая связь бытием, а что и бессознательности, это естественное состояние, связь с бытием. Ничто в природе на нашей планете не живет в мире проблем. Только человек. Природа идеально согласована с бытием. Она принимает предлагаемые формы, не делая из этого проблем. Она красиво живет и красиво умирает. Она принимает все. Она сюрендер жизни. Если вы еще не пробудились, посмотрите на собаку. Она в природном состоянии, она более близка к бытию, чем вы. Это легко видеть, поскольку у вас есть проблемы, а у нее нет. Ваши моменты счастья крайне редки. Собака же постоянно на празднике жизни. Вы только посмотрели на нее, а ее хвост уже пришел в движение. Жизнь прекрасна, как хорошо жить. Она не придумывает в голове истории, почему жизнь хороша. Она ее непосредственное проявление. Таково природное состояние. Мы утратили его. Чтобы вернуться в природное состояние, мы должны восстановить свою связь с бытием. Но каким словом теперь обозначить эту связь? Трансценденция. Вот что для человека. Трансцендирование идентификации с формой. Трансцендирование эгоистического сознания. И тогда вы встретитесь с собакой в одном и том же месте, но ваше состояние глубже, поскольку вы потеряли его и обрели снова. Вы собака встречаетесь в бытии. Вы встречаетесь в бытии не только с собакой, но со всем и с каждым, в этом не имеющем формы присутствии, где все, чтобы ваш ум не рассказывал вам о вас, на самом деле не так уж и важно. Все, что ваш ум может сказать о другом человеке, а он периодически будет заниматься подобными делами, не так уж и важно, поскольку есть нечто более глубокое, более основательное, бесконечно более жизненное, чем движение мыслей, которые, безусловно, важны для практических целей. Нет проблем. Но за пределами практических дел власть мыслей это безумие. Используйте ум для практических целей. Прекрасно. Но вы не найдете себя и не сможете познать другое человеческое существо посредством ума. Осознание себя и так называемого другого происходит, когда вы укоренены в не имеющем формы. Вы узнаете себя как простое присутствие или как пространство для всего существующего, или как то, что есть, какую бы форму не принимал настоящий момент. А он непрестанно возникает перед вами. Он использует формы. Вот зал, вот люди в нем. Вы уходите отсюда, и настоящий момент обрекается в другие формы. улица, машины. Вы были пространством для того, теперь вы пространство для этого. Но постоянно настоящий момент. Меняется только то, что появляется в нем. Таким образом, вы постоянно есть настоящий момент. А что это такое? Это значит, что настоящий момент есть единое пространство, которое есть сознание. это то, кто есть за пределами времени, за формой. Не то, чтобы у вас больше нет тела, нет памяти. Все это продолжает существовать, но нечто более важное распознано теперь вами в жизни. И то, что эго в своем безумии искало год за годом, было все время здесь. Находилось там, куда эго никогда не заглядывало. И место это называется настоящий момент. Какая ирония. Искомое всегда было здесь, но я этого не знал. известная аналогия с попрошайкой, сидящим на ящике. Подайте, пожалуйста. Но он никогда не заглядывал в ящик, на котором сидел. А тот был полон золота. Но он никогда не смотрел внутрь, он все время смотрел вовне. Мелкие крошки. Подайте, подайте еще. Спасибо, теперь я чувствую себя состоявшимся. Я знаю, кто я есть, потому что смог купить новую рубашку. Он слышал, как где-то сказали, если хочешь быть индивидуальностью, купи эту рубашку. Миллионы людей выстраиваются в очередь перед магазином, покупая эту рубашку. Теперь я знаю, кто я. Не важно, что это длится недолго, каких-нибудь полчаса, и опять нужно что-то другое, которое сказала бы вам, кто вы есть, в виде той или другой формы. Итак, чтобы иметь постоянный доступ в измерение, в котором вы являетесь теми, кто вы есть на самом деле, в котором полнота жизни, Иисус говорил, «Я хочу, чтобы вы имели обильную жизнь». Так сказано в одном из переводов. Он не не просто говорит, «Я хочу, чтобы у вас была жизнь». Он говорит, «Я хочу, чтобы у вас была полнота жизни». Полнота. Что вовсе не означает множество вещей. Вы можете иметь много вещей, а можете и не иметь, не суть важна. Я не призываю, избавьтесь от вещей. Если вы хотите иметь много, прекрасно, но если вы ищете свое «Я» в этом множестве вещей, фрустрация неизбежна, неизбежно страданий. Полнота жизни уже здесь. Для всего другого требуется время, нет проблем. Но чтобы быть собой для встречи с жизнью за пределами форм, времени не нужно. Напротив, время является препятствием. Жизнь здесь и сейчас. Чтобы иметь с ней постоянную связь, следует наладить дружественные отношения с настоящим моментом. Эго, конечно же, не может этого. Нужно понять, что только то, что есть, может сделать настоящий момент дружественным, поскольку ничего другого не существует. Поэтому, если вы враждуете с настоящим моментом, в какой бы форме вы не проявляли свою неприязнь, вы не принимаете жизнь. Потому что жизнь – это сейчас. Если ваше доминирующее состояние сознания враждебно моменту сейчас, вы не сводите его до средства для достижения своих целей. Этот момент имеет значение только потому, что он позволяет мне попасть в следующий. Что вы делаете затем? Настоящий момент опять превращаете в ступеньку для достижения следующего. Так работает ум. Другой человек подошел к вам. Вот настоящий момент. Что вы делаете? Вы не сводите его до уровня средства для достижения своих целей. Так эго взаимодействует с другими людьми. Оно использует их. взаимоотношения становятся нездоровыми. Одно эго использует другое эго. Это дисфункционально. Это нарушает нормальную работу целого. Можете ли вы объять момент сейчас, какую его форму он не принимал, сказав «Я должен подружиться с этим, потому что это единственное, что есть». И это называется жизнь. Когда вы говорите «Этот момент есть жизнь», даже если вы вынуждены идти на улицу и промокнуть под дождем, если не смогли поймать такси или случилось что-нибудь еще, это жизнь. Данный момент есть жизнь в виде форм. Если вы принимаете это, вы внутренне устраиваете себя в него, вы не говорите «Я не согласен с тем, что есть, так не должно быть». Если бы все было под моим контролем, настоящее полное отсутствие встроенности в сейчас – таково эго. Встроенность в сейчас означает «есть так, как есть», и тут же открывается более глубокое измерение, чем форма текущего момента. Возникает внутреннее пространство. Принимая форму настоящего момента, вы становитесь тем, кто вы были все время, кто вы были вне времени. Пространством настоящего момента. Открывается пространство. Вы чувствуете, есть нечто, что не затрагивается ничем, чтобы не происходило вовне как события, или в голове как мысли, или в теле как эмоции. Нечто обширнее, глубже, чем что-либо из мира форм. Вы можете жить в непосредственном контакте с этим, если не будете делать из мира форм врага, не заводя его до чего-то нежеланного. Подружитесь с миром форм в моменте настоящего, чтобы получить доступ к тому, что за формой. За пределами персональной истории вы есть то, вечное присутствие, вневременное пространство для мира форм. и тогда впервые вы по-настоящему испытаете радость бытия. Вы сможете гулять по Нью-Йорку и восторгаться тем, как все движется. Люди бегут мимо. Вы просто смотрите. Вы пространство для всего этого. Все выглядит удивительно. Вы смотрите глазами ребенка, потому что вы не интерпретируете, наслаждаетесь движением форм, так как вы чувствуете связь с чем-то, что глубже форм. Вы во внутреннем покое, в то время, как другие проносятся мимо, трясясь от страха. А вы во внутренней тишине и покое. Все хорошо, жизнь прекрасна. Если обстоятельства потребуют действовать, из этого состояния родятся ваши действия. Они будут проистекать из безграничности необусловленного пространства, так как это пространство одновременно и подлинная разумность. Ум лишь крошечный аспект бескрайнего разума не имеющего формы, не концептуальная разумность, ничего общего не имеющая с достигнутым в прошлом. Рождается мудрость, рождается осознанность, рождается озарение из пространства я есть, из пространства сейчас. В этом заключается весь секрет человеческой жизни. Освобождение из ловушки мира, из ловушки ума, из ловушки времени. При этом и мир, и ум, и время никуда не исчезают, они занимают свои места, но вы за, вы участвуете, и при этом вы за, снова участвуете, и так далее. Если не хотите участвовать, тоже хорошо. Можете сидеть под деревом, но я бы тогда порекомендовал вам переехать в Индию. Там люди будут приносить вам еду, будут считать святым человеком. Здесь вас уведут под руки. Так что продолжайте участвовать в жизни. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...